Взять питомца из приюта для бездомных собак призывают зооволонтеры. Специально для этого в Юг-Гирье организована акция «Ласковый май». Людям помогают подобрать верного друга, дают время на то, чтобы к нему привыкнуть. В этом процессе задействованы профессиональные кинологи и сотрудники ветклиник. Последние делают необходимые прививки и регистрируют в информационной системе домашние животные. Наш корреспондент побывал с собачьей обители и узнал все тонкости. Так реагируют собаки на незнакомца. Но уже через пять минут многие из них начинают вилять хвостом и от радости прыгать по вольеру. Этого питомца зовут Медюша. И он один из многих, кто ждет своего доброго хозяина в приюте. Ведь им так сильно не хватает заботы и внимания. Животные здесь чувствуют простор. О них заботятся как волонтеры, так и гости приюта «Велес». Были случаи, когда последние брали питомцев на поруки. Уже в процессе знакомства к потенциальному хозяину подкрепляют бесплатного кинолога. Он является мостом между человеком и собакой. Мы выбираем из приюта несколько животных. Человек знакомится с этими животными. Дальше он гуляет, он приходит, он какое-то внимание ей уделяет. То есть ищет возможность сказать, что да, это моя собака. В дальнейшем собака отдается на две недели испытательного срока. Если все прошло успешно, собака остается с новым хозяином. Так Рыжуля и нашла свою семью. У Екатерины до этого жили четыре питомца. Но ей ничего не помешало завести пятого. Я приезжала ездить иногда, кормить щенков. То есть и в приюте помогаю с дежурством. И она каждый раз тянулась ко мне. И в один прекрасный момент я просто пришла ее кормить, гулять с ней и забрала с собой. Все животные попадают в приют абсолютно здоровыми и чипированными. Ветеринар Екатерина Пашивайлова показывает, как носитель информации попадает под кожу. Представим, что сейчас этот маленький микрочип уже в животном. И вот так вот у нас он, если животное, допустим, потерялось, сканируется и определяется номер животных. Взрослым в приюте напоминают об ответственности, которую они на себя берут. А специально для детей устраивают уроки добра. То есть мы показываем презентации, рассказываем, как общаться с животными, как соблюдать правила обращения с животными, как можно выбрать животное в приюте, показываем небольшие видеоролики. И детям это очень интересно. Акция «Ласковый май» проходит уже в третий раз. Ее организаторы пытаются сформировать у населения гуманное отношение к животным. Ведь в приюты братья меньшие до сих пор попадают, а ответственны за это люди. Семен Старикович, Сергей Ваяшко, Вести Егоря, Ханты-Мансийск.